Подъезд этого дома, расположенного недалеко от Белорусского вокзала, журналисты, зеваки и просто прохожие могут войти совершенно беспрепятственно. В отличие от большинства московских подъездов, на этой двери не установлен кодовый замок. А ведь именно здесь, в недалеком прошлом, произошло страшное и громкое убийство. 7 октября 2006 года в собственном доме, среди белого дня, была убита журналистская правозащитница Анна Политковская. Прошло почти пять лет. След отхода зависело зеркало, а точку в этом громком деле так и не поставили. За это время не только обстоятельства убийства, но и саму журналистку стали забывать. Порядочный человек, сожалею, в принципе, можно сказать, даже преклоняюсь перед ней. Анна Политковская. Я подозреваю, что это был либо культурный деятель, либо политический. Может быть, актриса. Журналисты, это врать Путина на один. Вероятно, было кому-то выгодно ее заставить молчать. В верхних эшелонах власти, наверное. Потому что иначе раскрыли бы. Тем временем в деле об убийстве журналистки «Новой газеты» наметилось продвижение. Недавно был арестован бывший руководитель 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков. Ранее милиционер проходил как свидетель по делу, а теперь обвиняется в организации убийства. Павлюченков возглавлял отделение в одном из самых секретных управлений, которое называлось оперативно-поисковое управление. И отвечало оно за наружное наблюдение, отвечало за прослушку, отвечало за установление адресов. Вильяну Политковскую оперативные машины ГУВД Москвы при прежнем его руководстве Павлюченков неоднократно участвовал в подобных бизнес-спецоперациях. По неофициальным данным, Павлюченков пошел на сделку со следствием. По словам редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, откровенность главного подозреваемого может пролить свет и на другие громкие дела. Несмотря на новые данные, ждать точных ответов на вопросы об убийстве Политковской в ближайшее время не стоит. Следствие по этому делу продлено еще на три месяца. Это значит, что в суд его передадут не ранее 7 декабря. Екатерина Кожевникова, Евгений Брайлянчев, Борис Сивалкин, Инфокс.